что-то не видать сейчас я включу камеру сейчас видно мир вам игнатий техник как раз у меня игнатий техник как раз у меня муж сейчас пришел я ему не говорила про вас но ну вот они вы это получила я сейчас скинул то да да я получила но это самое я советовала тете валентина с артисон и я думаю чтобы приехать пораньше когда вы будете барнауле никогда вы будете потеряйки что-то барнауле меня встретил или татьяна капустина кто-нибудь сара заранее сообщите мы сделаем так вот наймем такси отсюда приехать 150 километров если погода позволит за счет а нет за счет это поездом но поездом это самое чтобы поехать с кем-то чтобы кто-то встретил чтобы я не потерялась там никак никак там же название но это уж крайний случай поездом то это мало ли еще будет поэтому все говорим все данные игнатий технич а такси примерно сколько стоит чтобы я знала что стоит сколько стоит примерно такси от барнаула до потеряйки ну еще сколько я не знаю сколько тогда недорого сколько две три тысячи рублей или сколько больше володя сколько до потеряйки стоит сейчас еще не знаю живут вместе недорого недорого мне приблизительно чтобы я знала чтобы я обменяла потому что не хочу все деньги менять в рубли чтобы не терять это потом на пляже не если сергей будет здесь чтобы на машине привезли на такси но я тоже так это подумала чтобы пришел сергей ему заплатила и потому что я боюсь о чужих с канады приезжали в прошлом году то я он их привез но они рассчитались с ним и потом когда уезжать он опять за ними приехал но они пробыли в месяц так что строгие а но месяц не как это ели как это самое не знаю даже куда это с детьми или здесь знакомые наказы там чтобы не было такого какому числу вы даже вернуться желательно но не всегда так бывает то бывает там с билетами то туда-сюда день-два чтобы это не вызвало не при какой-то неприязнь мы это отправим здесь уже есть кому у у нас не в прошлом году у нас приезжал тут из италии владимира не крещение принимал но уже с украина это с германии у нас тут приезжают о чем может получиться так если купишь билет туда и обратно что когда обратно поехать что-то может произойти что туда и обратно все будете брать сразу то дешевле это конечно то есть где-то 500-600 евро стоит билет а если только в один конец потом обратно то где-то 890 евро может а он прямо в аэропорт отвезет ну хорошо тогда такси стоит две с половиной но я за 2000 2000 ну хорошо понятно лишь когда говорили с быстро а наши телеславные все что я сейчас скинул это несколько экземпляров сделай по разным карманам мало да да хорошо а там все телефоны потеряевские местные и где остановиться тут все уже будет дальше еще можно будет переговорить ну хорошо понятно игнатий тихоныч а где то есть эти на царю небесный утешитель и никак не эти проповеди ваши не достать нигде понимаете записывал один человек он сидел на первой скамье в университете и не нашего круга записывал свободно и вдруг он подходит две коробки мне подносит и говорит это я вам хочу подарить я говорю а как же вы записываете я уезжаю у него там то ли места нет то ли чего и он это подарил я принес поставила сейчас где-то в разных местах это хранится ну коробки то это не такие не такие да большие вот такой вот допустим небольшие высоты вот такой длины они кассеты такие он видимо не все записал то маленькие которые кассетные магнитофоны были вот такие кассеты были мы-то записывали раньше на катушке вот я которые жития там библию все 375 метров это 8 часов 20 минут а эти по 45 минут одна сторона и другая двух дорожечка туда дорожка и обратно поэтому что это сделать оцифровать это даже уже несколько раз кто-то говорил давайте мы там вроде вы перешлите только в америку вот я бы посылал в америку вот еще интересно да вы знаете это моя любимая молитва я когда раньше не знала переписал молитвы я выбрала себе то что мне больше нравится мне было царю небесный я не знаю она она это моя любимая молитва три святое достойно есть и очень наш они мне больше всего вот ну как я понимала и что читаю вот символ веры мне долгое время никак не давался даже наизусть я его знала на молдавском а на русском никак не могла запомнить а потом все прочитала три-четыре раза и выучила это вступление когда начинались у нас занятия в университете я всегда делал вступительное слово царю небесный пропоют молитвы я потом начинаю молитву объяснять и вот так у меня получилось что на одну молитву 60 проповедей на одну молитву царю небесный это понимают что это очень и очень много мне очень сильно вы знаете я плыла на корабле я молилась этой молитвой и у меня как закончилась виза и даже вот так вот на таможне в италии там где ну проверяется чтобы ну в грецию поехать вот так только открыли мой паспорт посмотрели даже сзади просто даже не посмотрели мне виза уже была просрочена три-четыре дня и кофе ну заходите все корабль закрылся и поплыли мы так никто меня не проверял ничего то есть много раз эта молитва меня выручала вот этот молитва она настолько сильная молитва хорошая глубокая ну ладно тогда и найти тихоныч но доход насчет ребятишек ты говорила там все где оставить это может быть к валентине договоришься не не я договаривался хотела раньше не никак а что и кивалина пожилой человек у нее там есть говорит кто свекров или бабушка какая и 80 лет она за ней смотрит у нее может он больной дети у нее внуки приходят у кого нет здесь и найдем у нас есть сырья не армия семья они намного вы знаете мне с ними да они очень такие доброжелательные любят моих детей они крестьяне тем более она мне всегда она мне помогала мы когда еще приезжали вообще много вот сирийцы и курды тоже когда мы приезжали здесь то мне больница то я рожать и они брали мои детей и сами прям приходили даже не спрашивали забирали детей к себе мыли кормили три-четыре сутки и привозили обратно и вот хорошие люди ну значит нынче 8 июля будет крещение вот к нему надо приехать хотя бы дня за три да ну да я хотела бы это значит я где-то посмотрю билет может на конце июня надо высчитать сколько и как до барнаула тут пересадка в москве а вам где там садится франкфурт или берлинге нет я из дюссендольфа дюссендольф от меня два с половиной часа валентина с артисон валентина с артисон от меня где-то 45 часов это как от меня до берлина это дорого билет это стоит может около ста с чем-то евро стоит так и оттуда идет до куда летят самолеты дюссендольфа до москвы да они во все стороны то есть там аэропорт куда хочешь лететь а в москве там уже вам как-то я не знаю договариваться надо чтобы сразу была пересадка ну да я возьму транзит с пересадкой чтобы транзит сразу чтобы не отвлекаться и а уже в барнаул то будете вылетать а тут на сергея там телефоны все указано да 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 хорошо он на такси у него машина своя таксист ну так игнатий тихонович вы помните вы мне говорили если я приеду то вы мне этот том какой он 18 или 19 мусульманстве то вы мне подарите ну конечно а у вас какие-то наши книги есть пока нету ничего валентина с артистом не обещала привезти но она мне подарит обещала что у нее лишь и дальнейшем и брата не брат приезжал и привозил эти книги но не нужны они или зачем чтобы не терялись а и это я попросил у нее спрашивала если у кого-то есть чтобы купить и у нее эти лишние то ну вот так какие у узнали мне ничего нет у меня только есть игнатий техночь вот в интернете и вот мой муж здесь евангелизацию сейчас делают в германии все сирийцы все они короче кто принимает христианство вот новый замет на завет на немецком на немецком половина немецкий половина арабский я вижу хорошо если я проверила ну все это хотите я вам скину ролики покажу это как они по-немецки проповедуют там очень такие ревностные такие иисус христос кричат по всему в дортмане в колонии во франкфурте кто кричит сирийцы арабы все евангелизацию во все во все эти самые там из боснии как один покаялся тоже он говорит я был террорист стоит проповедует на христе но там понятно они говорят по немецком очень хорошо понятно современный язык прям выдержки священного писания кричит ну кричат не то что они ну это так если посмотришь похоже как сергей это раздают они евангелие на всех языках у них есть издание половина немецкий половина какой-то язык там греческий арабский и все они там проповедуют и дают и мой муж говорит шоу после школы по центру и ему дали ну он это взял он говорит говорит смотри наташа инжир мне дали он тогда то выбросил я его очень много это ругала я говорю это слово божие это страшно я говорю ладно я говорю а это это вообще ты знаешь что бог с тобой сделает и он такая он знаете он очень гордый прощение никогда не попросит но он вот действия делает такие чтобы его просили ну как-то помягче стало слава тебе господи но я они они о вас это самое не говорила потому что если он сейчас это сейчас он в ванной сегодня-то значит что вышло нет а сейчас нам в ванной я здесь от зале а то сейчас выйдет у нас все да я не хочу чтобы он не видел чтобы он мне купила билеты чтобы я поехала это сам потом я все расскажу им покажу ведь вот когда узнают кто к нам звонят у нас не другие есть они на него наваливаются такой чернотой поливают на меня чтобы вас отвратить так что вы готовьтесь не у меня нет ничего такое игнати техники я даже не смотрю вот эту блевотину все я не смотрю вообще мне надо и у меня вообще сектанты они ко мне не приходят у меня я только могу среди мусы макры а ты знаешь у меня ко мне они вообще не клеятся я не знаю нет меня торгается что ли а знаешь что такое слово манкурт ну да вот и китайцы они же манкурты китайцы вьетнамцы нет это ты зайди такое это это слово запустил щенки займата как роботы такие люди они как роботы когда шапочка прирастает сдавляет голову ну да я поняла мили имя забывает как есть все и вот сегодня она там зашла и ну видно что она никакая инга да как это манкуртова я видела я я человека по по его сообщению прям это 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 робот это робот это робот а может быть робот а это робот а другой тоже такой же робот и сам себе ищет подобных давай давай я не против записывайте ну ладно ничего больше нету да нету слава тебе все остальное проверь на несколько раз прочитай чтобы мы еще не можем обещать кроме того что у нас есть чтобы тут могла